добрый вечер друзья вопрос как-то очень давно лет десять назад а может и больше я пытался устроиться на работу в одну коммерческую фирму значит не государственную хорошо отправил им свое резюме они его рассмотрели созвонились со мной и пригласили на собеседование я пришел подготовился как следует взял с собой все документы которые требовались мысленно проработал возможные вопросы ко мне и ответы на них и с боевым настроем пошел но дальше все было не так как я себе представлял молодой парень который провел меня сказал мне следующее усаживайтесь поудобнее возьмите в правую руку нечто напоминающее авторучку сверху которой была кнопка а снизу шел провод подсоединенный к компьютеру и внимательно смотрите на монитор вопросов мне вообще никаких не задавали моя задача была очень проста по центру монитора загоралась большое число 10 или 12 знач на точно не помню как только я увидел его целиком мне нужно было просто нажать кнопку и все длилось это собеседование в кавычках свеседника минут 20 когда она закончилась мне сообщили что через пару дней мне позвонят так и случилось мне перезвонили и пригласили прийти в тот же офис в другом кабинете меня ждал тот же молодой парень и на столе лежала распечатка моей подкорки иначе не назовешь никак не вдаваясь в детали скажу честно на этой бумаге действительно был я вывернутый наизнанку на работу меня не взяли а собирались ли но неприятный осадок от этого собеседования во мне до сих пор живет как будто помимо твоей воли тебе влезли в самые сокровенные глубины твоей души и нагадили тебе там теперь собственно вопрос каково ваше мнение к использованию детекторов в кавычках детекторов лжи куда из технических железяк на собеседование при приеме на работу или в других ситуациях законно ли это практикуется ли такое в сша заранее спасибо с уважением сергей хорошая история правда прикольненькая такая давайте поболтаем первое что я хочу сказать что мне в этой истории очень не хватает деталей во первых я понял что фирма частная там не государственная ну ну хорошо но на какую позицию то он шел то есть что за работа программистом его брали или там сторожем или я не знаю там ну ну кем его брали значит потому что в одной ситуации очень очень понятно почему такой тест дают другой ситуации может быть непонятно следующим момент понятно что если его второй раз вызвали допустим он написал тест ну или там накликал кнопочкой тест и они видят что чувак то совершенно не годится никто бы не стал на него времени тратить второй раз его там брать разговаривать заводить что-то ему там показывать там и тогда но они его вызвали то есть у него был шанс у него был шанс что-то такое сказать что-то сделать как-то отреагировать и так далее но он этого шанса не использовал значит его завели в комнату что-то ему показали что ему показали я не знаю его вывернули наизнанку вот он так почувствовал что это вот он вы весь вывернутый не знаю что его там показали но явно он был недоволен явно у него эмоции которые значит преобладали были негативными то есть он мог например проявить любопытство сказать ой а что это а почему вы это используете а какие качества вас интересует сотрудников а какая такая вот рабу ну что-то он мог поинтересоваться он мог проявить живой интерес вместо этого он проявил такое живое негодование вот и то реакция я я полагаю что то реакция которая там значит была это была реакция нет не годится но то что его позвали говорит о том что его рассматривали то есть это не было окончательно как бы нет это было надо поговорить я не знаю в чем собственно был разговор вот когда ему это показали разговор ты какой был это же самое интересное есть вот и и ничего тут ничего шинки мы не знаем поэтому значит почему у него такое ощущение что к нему куда-то залезли и вот и вот так вот растоптали и так далее он себе придумал картину понимаете он шел на интервью со своим видением того как интервью должно проходить он как надо подготовился то есть он знает как надо он вот сам себе решил что вот надо вот так какие вопросы могут задать он решил какие вопросы могут или должны или которые он хотел бы чтобы ему задать то есть у него была абсолютно сложившаяся картина в голове которая не сработала и в этом уже был элемент некоторого расстройства уже тоже там произошло не соответствовало картине но он же самыми нарисовал вот не то чтобы ему там сказать вот подготовься потом дали кнопку нажимать вот это вот его огорчение я когда читал протест с кнопкой я вспомнил как раз в год я хожу к окулисту и меня в такой прибор утыкают и дают мне такую тоже кнопкой и и там где-то сбоку знаете вот не прямо так боковым зрением я должен увидеть какую-то еле-еле там мерцающую какую-то серенькую штучку которая сливается с фоном и когда я ее вижу я должен кнопочку нажимать вот собственно и все но вы знаете что на основе этой штуки они проверяют мое зрение может быть у меня тут проблема там проблема здесь проблемы это в общем то же мне не во вред они знают чего они делают они специалисты у них там какой-то прибор дай им бог здоровья что такое вообще значит мне я мне даже в голову не приходит там переживать или расстраиваться залезли мне в душу в глаз такие картинки рисует вы видели как они мой глаз там изображаются своих картинок ну ничего то это все как бы на пользу теперь а в сша дают какие-то тесты психологические почему же это может быть мы мы даем вот вы ко мне если придется на работу я вам дам тест психологически будете устраивать вот и и не один дам а может так случиться что и 3 дам и 4 дам если будут какие-то вопросики там и так далее вот у нас есть такие тесты которые выявляют определенные качества человека вот например он доводит до конца например или бросает это не стопроцентно это как тенденция это поговорить потом можно мы не выбраковываем никого на основании тест мы просто появляется тема о чем поговорить поэтому почему нет опять мы не знаем что за позиция и чего они там такое его вывернули там надо наизнанку всю его душу то есть значит если кто не плохой был то есть что-то такое было в его душе что им хотелось увидеть и что тест показал понимаете поэтому я я даже не знаю если бы в соединенных штатах или если например есть какие-то вещи которые делать нельзя их никто делать не будет ну то есть если запрещено там какие-то вещи значит запрещено если это на усмотрение значит на усмотрение если это государственная организация то там соответственно значит правила спущенные сверху государством если это какая-то очень большая контора она не государственная но большая она очень регулируется поэтому можно сказать что там тоже очень много всяких законов таких-сяких и все все что делать нельзя с вами делать не будут это это я могу обещать вот но само негативное отношение к тому что произошло происходит от двух причин первое значит человек себе намечтал что-то что у него не получилось и второе он как сказать у него есть определенные качества которые проявились как негативные как не дисквалифицирующего при нами может быть они специально так хотели посмотреть на его реакцию мы не знаем как там это все планировалось и что что именно они там хотели сделать но может быть сама реакция и была важна не знаю какой-то вот тест психологические физиологические там я уж не знаю что там у них задействовано было вот то что он например не может толком рассказать что произошло меня меня тоже как-то немножко напрягает но вот казалось бы ты задаешь вопрос ты где-то был там какая-то ситуация которая тебя огорчает но изложи подробно что случилось в этим мы даже не знаем не не профессию по которой он устраивался не не профессию не вопросы которые были какой разговор состоялся и так далее ну чё ж такое то в общем такое вот у меня рассуждение счастливо